Здравствуйте! В эфире телеканал Алматы. Дневной выпуск новостей. В студии Дина Жанабекова и моя коллега Абул Булхал Нурказа. А сейчас коротко о главном к этому часу. Чиппеналт Норде. Что стало причиной крупного пожара и есть ли пострадавшие? Спасибо отзывчивым парням, которые вовремя вынесли газовый баллон. Новые направления для казахстанских туристов. Как часто будут летать прямые рейсы из Алматы в солнечную Италию? Мы рады запустить этот рейс. Это огромный проект. Хотел бы отметить... Впервые в Казахстане прошел массовый заплыв Ocean Man. Подробности спортивного состязания расскажу я, Рустам Аралбаев. Начинаем выпуск. Тело младенца нашли в мусорном баке в Талдыкургане. Мертвого ребенка обнаружил дворник в 7 микрорайоне на выезде в Алматы. По словам очевидца, пуповина малыша не была разрезана. В департаменте полиции подтвердили информацию и сообщили, что инцидент произошел приблизительно в 7 утра. Новорожденная девочка была завернута в белое полотенце. Ее увезли в морг. Другие факты не разглашаются в интересах следствия. В Алматы заминировали один из крупных торговых центров. Такое сообщение сегодня в 10 утра поступило в дежурную часть полиции. В результате всех сотрудников и посетителей ТРЦ в экстренном порядке эвакуировали. А весь находящийся неподалеку транспорт отвезли на безопасное расстояние. Детально провели объект. Проверив объект, стражи порядка сообщили, что информация о минировании оказалась ложной. Полиция Алматы призывает граждан не поддаваться панике, сохранить спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе. Крупный пожар произошел в минувшие выходные на рынке Алтнорда, близ Алматы. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По данным регионального департамента по ЧАЭС, сгорела кровля от трех зданий. Это помещение по приготовлению блюд, ломбард и двухэтажное кафе. С огнем спасатели боролись около часа. Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин ЧАЭС на место происшествия была направлена исследовательская пожарная лаборатория. Все внутри сгорело. Микроволновки и духовки ничего не уцелело. Но это не важно. Главное, сами остались живы и не пострадали. Спасибо отзывчивым парням, которые вовремя вынесли газовый баллон. Если бы не они, могла бы произойти страшная трагедия. Какая ситуация была на самом деле, я не знаю. Но, как мне сказала одна девушка, возгорание произошло из-за фри аппарата. Конечно, точную причину определят специалисты. А теперь о событиях в мире. Еще одна женщина стала жертвой нападения акулы в Египте. В городе Хургада, где произошла трагедия, временно прекращена деятельность всех заведений. По словам министра Ясмина Фуада, обе туристки погибли от нападения акулы во время плавания в районе курорта Сахли-Хашиш. Он отметил, что была сформирована рабочая группа специалистов по охраняемым территориям. Жительница Хургады рассказала, что вторая женщина погибла два дня назад, так как именно тогда заметили пропажу гостей в одном из отелей. Напомню, ранее в сети появилось видео нападения морского хищника на гражданку Австрии. Акула откусила ей руку и ногу. Женщина скончалась от потери крови. Порядка 70 детей погибли в ДТП на казахстанских дорогах с начала года. Полторы тысячи несовершеннолетних получили различные травмы. Неутешительные данные озвучили сегодня в МВД. А по вине пешеходов произошли около 200 аварий, сообщили в профильном ведомстве. За последние пять лет на дорогах страны ежегодно погибают более двух тысяч человек. Еще свыше 20 тысяч получают ранения и травмы. За шесть месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано свыше 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 947 человек и 8190 человек ранены. С начала года стражи порядка выявили также порядка 1300 наркопреступлений. Изъяли свыше трех тонн наркотиков. Всего по стране ликвидировали 21 нарколабораторию. С начала года выявлено и направлено для блокирования порядка 1400 интернет-ресурсов. Сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 103 уголовных дела. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется порядка 57 уголовных дел. Сыщь свыше 1200 предложений и комментариев поступило от горожан касательно плана развития Алматы до 2025 и среднесрочных перспектив до 2030 года. Об этом сегодня сообщил глава мегаполиса Ербулат Досаев. Сегодня Аким провел встречу с общественниками, депутатами Маслехата и активистами. Ранее местные власти вынесли план по преобразованию города на публичное обсуждение. И алматинцы не остались в стороне. Горожане, в частности, предложили открыть новые станции метрополитена, создать возможности для неработающей молодежи, сделать абонементы для посещения культурных объектов, продвигать яблочный бренд. В числе инициатив также создание комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями. Надо сделать, чтобы у нас была полностью доступная инфраструктура, начиная от улиц, чтобы это было все доступно, можно было спокойно ходить по нашим улицам без препятствий на перекрестках таких, как бордюры и все остальное. Сейчас это в центре делается. Своими предложениями и идеями поделились также эксперты из разных сфер. В целом, городские власти планируют утвердить проект до 5 сентября. Напомню, план развития Алматы представляет стратегию преобразования города до 2025 и 2030 годов. Согласно ему, трехмиллионный мегаполис будет развиваться по семи направлениям. Это безопасный город, управляемая урбанизация, социальная устойчивость и стабильность и не только. Все это вместе позволит значительно повысить качество жизни наших алматинцев. Эффективная реализация всех вышеуказанных инициатив позволит Алматы к 2030 году стать комфортным и безопасным городом международного уровня, с конкурентоспособной экономикой и высоким качеством жизни, притягивающим таланты, технологии и инвестиции со всего мира. Сахарный завод намерены построить в Алматы в ближайшие годы. Сейчас идет процесс выбора участка и другие подготовительные работы. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали бизнесмены Казахстана и Южной Кореи на инвестфоруме. На встрече деловых кругов отечественные предприниматели предложили иностранным инвесторам свыше 15 инновационных проектов, 9 из которых были одобрены. Один из них – строительство фабрики по выпуску ионизированной воды по корейскому методу. Такая вода с ионами есть только в Корее и появится у нас. Она лечит и сжогу, тошноту, проблемы с желудком и много чего. Заряженная током вода целенаправленно бьет энергией по опасным вирусам. В период пандемии это крайне важно. В будущем, если наладим все моменты, думаем реализовать этот проект как в обычных магазинах, так и аптеках. Цена за нее будет плюс-минус 700-800 тенге. Еще один уникальный проект – строительство мусороперерабатывающего завода. Ожидается, что помимо сортировки он будет выпускать различную продукцию и вырабатывать огромное количество электроэнергии, которую намерены продавать в КИГОК. Немало и других инновационных проектов. Один из самых важных проектов у нас – это смарт-сити. Сейчас намечаются переговоры с городом Алма-Ата. Кунаев, город Кунаев. Второй проект – это смарт-ферма, это умная теплица, тоже у нас под Алма-Атой. И самый главный проект – это ионизированная вода. Инвесторы, которые приехали, они посмотрели участок, здание посмотрели, им понравилось. Долететь до Милана теперь без пересадок могут казахстанские туристы. Между Алматы и Миланом запустили прямой рейс. Первый борт из солнечной Италии прибыл в воздушную гавань мегаполиса в эти выходные. Напомню, раньше добираться до мирового центра моды приходилось через Амстердам или другие маршруты. Теперь прямой рейс будет регулярным. Самолет с первыми пассажирами приземлился в 5 утра. Их встретили в торжественной обстановке с овациями и вкусными угощениями. Сначала приходилось лететь из Алматы в Туркменистан, и оттуда уже в Турцию, и оттуда только в Италию. Это было где-то в 19-м году, 19-го, 18-го. Ты рад, что ты рад был? Конечно рад, конечно рад. Это отлично. Добиться открытия нового маршрута удалось благодаря соглашению двух стран. По словам руководства аэропорта, стоимость билета в оба конца вполне приемлема. Все цены доступны на официальном сайте NEOS, в туристических платформах и в турагентствах страны. Мы рады запустить этот рейс. Это огромный проект. Хотел бы отметить, что мы начали работу еще во время пандемии. Хотел бы поблагодарить все госучреждения и посольства наших стран за оказанную поддержку. Останавливаться на Милане не будем. В будущем планируем открыть и другие маршруты. Впервые в Средней Азии прошел международный заплыв Ocean Man. Состязание провели на Капшегаевском водохранилище. Мировое событие организовано при поддержке Акимата города Алматы. Отмечу, традиционно масштабные соревнования проходят в самых красивых уголках мира. Ранее старты проводились в Италии, Малайзии, Греции и других странах. Рустам Орлбаев посетил историческое мероприятие. В международном заплыве состязались 1200 профессионалов и любителей спорта. За первое место соревновались спортсмены из Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников начинается от 8 лет и достигает 70+. Соревнования состоялись на дистанциях от 800 метров до 10 километров. Чтобы проплыть такое расстояние, спортсменам пришлось выкладываться на полную несколько часов. 10 километров остались позади. Прямо за моей спиной претенденты на звание чемпиона завершают заплыв. От финиша их отделяют считанные метры. На финише участников встретили медалями, подарками и прохладительными напитками. Чемпионом самой дальней дистанции в 10 километров стал 16-летний Талдыкурганец. Готовился к десятке довольно долго, упорно. И вот момент настал, доплыл. Первый приплыл, очень рад. Были сомнения, хотел сняться на 8 или 7 километре. Руки просто неимоверно горели. Уже всякие мысли пошли. Но, как видите, доплыл. И доплыл первым. Очень рад. По словам болельщиков, состязания прошли на высшем уровне. А спортсмены показали настоящее мастерство и упорство. Просто на ура. Молодцы. Спортсмены, ну мы радуемся. Уже первая тройка лидировала. Ну уже, по-моему, человек 20 лидировал. Супер. У меня друг здесь участвует Сергей Сидоров. Я за него болею. Тут его семья. Тоже за него болеют дети. Я вообще ими восхищаюсь. Честно. Болеем за наших. У меня плывут два ученика. Я тренер по плаванию сама. И они готовились два года на этот старт. Прям очень волнительно. Супер. Отлично. Адреналин зашкаливает. Я не представляю, как у них. Они, наверное, вообще в шоке. Но мы поддерживаем, как можем. По словам организаторов, главные цели мероприятия – привлечение туристов и развитие массового спорта. Принять участие в заплыве прибыли спортсмены из стран ближнего зарубежья, а также из Турции, Италии и Швейцарии. Особого места в состязании удостоился детский заплыв. В истории Оушенмена не было, что на участие китс будут столько детей. Мы побили рекорд. У нас участвовало было 200 человек. 200 детей. Четыре ребенка с особые, особые дети. Мы их так называем. Они тоже выплыли, доплыли всю дистанцию, чему мы очень рады. Это был настоящий рекорд. Следующие старты пройдут в 2023 году на озере Боровое. Еще через год на Каспийском море. Победители всех заплывов получат приглашение на состязание Оушенмен в Греции. Устама Раубаев, Сармных Нариков, телеканал «Валматы». Уважаемые телезрители, делиться интересными новостями вы можете, позвонив по редакционному номеру 275-2048, а также отправлять СМС-сообщение на наш Ватсап 837-046-33-33. На этом наш выпуск завершен. Не пропустите итоговые новости в 19.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин